Всем привет, друзья! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. И давайте сразу же поставим пальчик вверх этому видео, сразу же подпишемся на канал и включим колокольчик. Сегодня тема выпуска 40 бесполезных вещей на свадьбе. Готовы? Погнали! Жених, который сделал фотозону, состоящая из антитрендов моего выпуска антитренды, который многие комментируют и говорят, нет, Ирина, мы не согласны, бутылки жениха невеста. Обязательно должен быть очаг вот такой вот, обязательно должен быть. Итак, для того, чтобы записать это видео, я действительно прям, знаете, заморочилась, проанализировала ситуацию, посмотрела, выходила по интернету, нашла большое количество разных сайтов, где предлагают различные свадебные аксуары. Я не буду называть сайты, куда я заходила, но могу сказать, что все то, что продается на этих сайтах, в общем-то, я отношу к совершенно бесполезным вещам. Итак, первое в нашем рейтинге бесполезных вещей – это свадебные бокалы. Безусловно, свадебные бокалы молодоженам нужны, но не те бокалы, которые продаются на вот этих вот свадебных сайтах. Скорее всего, свадебные бокалы для молодоженов на площадке будут, а если и не будут, ну, они будут 100%, а если и вам не понравятся, допустим, эти бокалы, которые есть на банкетной площадке, обычные, какие-то классические, то вот с большой вероятностью вам предложит декоратор ваш привезти какие-то свадебные бокалы для вас, которые будут актуальны на текущий момент, которые будут современные, которые будут выглядеть и подходить под стиль вашей свадьбы, а не все то, что продается на этих сайтах. Дальше. Ручка на подставке. Это вот ручечки, которые продаются тоже отдельно на вот свадебных сайтах, сайтах, которые занимаются аксессуарами. Они тоже оформлены в какой-то стилистике, но все то, что я видела, это ну просто прям какой-то кошмар, честно говоря. Но я понимаю, что люди, наверное, тоже это покупают, и хочу предостеречь вас от этой покупки. Это бессмысленная покупка, она вам не нужна. Если у вас даже будет выездной регистратор, то, скорее всего, выездной регистратор сам привезет ручку на подставку, но точно не то, что продается на вот таких сайтах. Следующий, третий пункт – это подушечка для колец. Я уже как-то говорила о том, что подушечка для колец – это, в общем-то, совершенно бесполезная вещь, потому что она будет пылиться, она не нужна уже совершенно, и гораздо лучше, опять же, обратиться к декоратору и попросить какую-то альтернативу подушечке, тем более все те подушечки, которые продаются на просторах интернета, это чаще всего, опять же, что-то устаревшее такое, знаете, с какими-то бантиками нелепыми. Четвертый пункт – это искусственный дублер. Вы знаете, я думала, что этого уже не существует, но поняла, что, слушайте, рынок перенасыщен различными искусственными дублерами. Девчонки, вот хочу вас просто, знаете, защитить, вот прямо накрыть крылом своим и предостеречь от покупки этой бессмысленной вещи. Дальше, пятое – это искусственная бутоньерка. Это оттуда же, да, по тому же типу, что искусственный букет, тоже вот этот искусственный цветок, который выглядит абсолютно отвратительно. А шестое – это банкетная карточка. Причем, заметьте, эти банкетные карточки продаются совершенно одинокие. Ну, то есть это не вот какой-то набор, да, там, условно, на 30 человек, а там прям банкетная карточка, которая стоит там одна штучка, стоит там сколько-то там, 100 рублей или даже чуть больше. То есть на 30 человек это там 3000, а может быть даже и больше. Гораздо проще сделать это, и быстрее это можно сделать на свадебном сайте event4me. Ну, например, вот мы заходим, да, вот берем, допустим, вот эту карточку, пишем имя гостя, там, Екатерина, так, сейчас Екатерина и там Светлана, и дочка, допустим, у Екатерины и дочка Светлана, да. И вот вам, пожалуйста, рассадочная карточка получилась. Берите, пользуйтесь, распечатывайте. Седьмое — это корзинка для лепестков роз. Тоже совершенно ненужная, бесполезная вещь на свадьбе. Чаще всего она просто, знаете, такая, ну, либо стояла где-то в стороночке, не использовалась, либо, ну, максимум, ее там, может быть, как-то один раз использовали. Но бессмысленная покупка, которую не стоит совершать. Восьмое — это сундучок для денег. Это вот эти вот всякие сундучки, которые сделаны из картона и тоже оформлены какими-то лентами, бантами, какими-то там наклейками. Девятая — папка для свидетельства. Это тоже совершенно ненужная вещь. В общем-то, зачем она вам? Лучше уж в дальнейшем купить какую-то большую папку для всех документов и туда положить ваше свидетельство о браке. Дальше. Деревянная салонка — это десятый пункт в нашем рейтинге. Слушайте, вот это, знаете, отдельная история, честно говоря, с этими деревянными салонками. Конечно, сейчас достаточно редко делают ребята каравай, но если и делают, то я вот, знаете, вот я вот просто не могу припомнить ни одного случая, когда эта самая деревянная салонка умещалась вот в этот самый каравай. В 99% случаев, если молодожены даже привозят эту деревянную салонку, ее никогда не ставят. Значит, у нас браслеты для подружек-невесты. Это одиннадцатый пункт нашего с вами рейтинга ненужных и бесполезных вещей на свадьбе. Это те самые браслеты, которые также продаются на сайте аксессуаров, ленты, какие-то цветы, которые сделаны из этих же лент. То есть все то, что уже давно устарело и ушло в прошлое. Двенадцатый пункт — украшение на шампанское. Ну, это, знаете, отдельная боль для меня, честно говоря, потому что когда я это вижу, я просто... Это просто какой-то... Ух, не нужно покупать эти платья на бутылке, какие-то мешки на бутылке и так далее. Не нужно это. Не тратьте деньги. Далее. Тринадцатый пункт — это ленты на машину. Не только ленты, но и всякие, знаете, цветочки, которые вешаются на зеркала и прочие... На ручки дверей, да, и прочая вот эта красота, которая вешается на машину и которая очень даже успешно продается. Не знаю, успешно, не успешно, но, по крайней мере, точно продается на вот этих вот сайтах с аксессуарами. Дальше. Пятнадцатый пункт бесполезных вещей — это замок, который можно повесить куда-то, да, и для того, чтобы... Ну, не совсем понятно для чего, да, для того, чтобы сохранить отношения или для того, чтобы просто занять время на прогулки. Гирлянды для украшения комнаты. Знаете, там такой выбор гирлянд, я посмотрела, всякие разные, и такие-сякие, и чаще всего это просто какие-то бумажки, на которых что-то написано, и вот эти бумажки оформлены там в разных стилях, и вот они на ленточке на какой-то эти гирлянды. Я думаю, боже мой, как же эта гирлянда может действительно испортить комнату невесты, если невеста захочет улучшить, не зная, не представляя, что гирлянда может реально испортить ее комнату, она хочет улучшить свою комнату таким образом. Далее, 17-й пункт — это гирлянда с датой свадьбы. Тоже такая есть гирлянда, на которой написаны на отдельных бумажках даты свадьбы, и это тоже такое себе зрелище, хочу вам сказать, и тоже продается, и, судя по всему, судя по количеству сердечек, которые там под... Ну, возможно, это не настоящий какой-то рейтинг, но, судя по количеству сердечек, люди реально нажимают лайк, им нравится, видимо, это. И поэтому я надеюсь, что те, кто лайкнул, те гирлянды с датой свадьбы, увидят этот выпуск и поставят дизлайк. Далее, дизлайк не моему видео, а дизлайк той самой гирлянде. Далее, 18-й пункт, значит, нашего рейтинга бесполезных вещей — это наклейки на бутылки. Все то, что, опять же, не нужно, не нужно бутылки еще оформлять. Бутылки, в принципе, это вне эстетики, ставить их на столы, даже стоять на отдельном постановочном столе. Официант подходит и обслуживает гостей, подходит и предлагает им какой-то напиток. И после того, как официант предлагает вино или шампанское гостю, он убирает эту бутылку в отдельную либо ведро с льдом, либо просто на отдельный постановочный стол. Но наклейки на эту бутылку совершенно не нужны. Дальше, 19-й пункт — это поднос для подарков. Такое я тоже обнаружила на просторах интернета. То есть это, видимо, как это должно быть, не знаю. То есть должен кто-то ходить с этим подносом или где он должен быть, этот поднос, совершенно непонятно. Но он тоже продается. Дальше, 20-й пункт — свадебные фотоальбомы. Вот знаете, сколько я не общалась с ребятами, сколько я не работала с молодоженами, ну вот ни разу еще, наверное, такого не было, чтобы ребята после свадьбы оформляли фотоальбомы, именно вот те, которые продаются. Нет, максимум ребята печатают книгу, да, печатают книгу сразу же с фотографиями, в хорошей кожаной обложке, да, ну там и так далее. Но никак не свадебные фотоальбомы, это уж точно. Дальше, 21-й пункт — это медали на свадьбу. Это вот все те медали, которыми награждаются гости за, вот, видимо, какие-то достижения во время свадебной программы. 22-й пункт — это ползунки. И тоже такой выбор ползунков. Я, знаете, посмотрела, прошлась по сайту, по разным сайтам, и на одном из обнаружила, что выбор — это достаточно большой ползунков, и тоже очень много вот этих сердечек. И думаю, да-да-да. 23-й пункт — это грамоты, дипломы. В общем, все то, что дарили также на свадьбах, грамоты за то, что он там хорошо что-то выполнил на мероприятии, хорошо станцевал, диплом какой-то. Ну, не стоит, в общем-то, тоже на это тратить свои деньги. Это бессмысленно. Дальше. Искусственные всякие деньги, плакаты «Здесь живет невеста», плакаты «Чтобы крепче был союз, нужен толстый карапуз» и прочие плакаты, которые, знаете, превращают из красивой свадьбы, даже если эта свадьба будет минималистичная, наприклад, при этом симпатичная, вот этот плакат, он просто перечеркивает все понимание какой-то эстетики и вкуса. Поэтому просто откажитесь от этого и не тратите на это деньги. 25-й пункт «Ленты и значки для свидетелей». Ну, слушайте, во-первых, начнем с того, что свидетелей уже давно нет, да. Есть подружки-невесты, но сейчас эти подружки-невесты не несут какой-то смысловой нагрузки. Такое было в советские времена, но сейчас такого нет. Дальше. Кольца на машину. Ну, я уже не раз говорила о том, что машины, в принципе, сейчас несут больше такой характер довести от точки А до точки Б, но никак не характер какой-то роскоши, да, что нужно их как-то оформить, обозначить, поэтому это бессмысленно. Причем, знаете, эти кольца для машины стоят достаточно прилично. 27-й пункт – это монограммы и деревянные хэштеги. Что такое монограмма, может быть, некоторые из вас и не знают, это, знаете, вырезанные из дерева имена молодоженов или, может быть, первые буквы имен молодоженов или какие-то, может быть, там фразочки типа «семья» или еще что-то. Если вы не знаете и не нужно вам это знать. И деревянные хэштеги, знаете, где тоже написано вырезано, да, из дерева что-то, хэштег «свадьбы», ну, тоже это ни к чему совершенно и не тратьте на это деньги. Дальше. 28-й – это искусственные лепестки роз. Лепестки роз, лучше уж тогда натуральные лепестки роз, да. Дальше. 29-й пункт – это салфетницы в виде различных фигур, фигурок, да, лебеди это может быть или какие-то сердечки или еще что-то. Не тратьте деньги на салфетницы. Это есть в ресторане. Салфетница не является предметом декора совершенно никаким. Салфетница является предметом для того, чтобы поставить туда салфетки, вытереть рот. Ну, вообще, начнем с того, что, в принципе, красиво, когда салфетки не бумажные, а салфетки тканевые лежат на столе. Но если и есть бумажные салфетки, то их, наоборот, как-то так ставят, знаете, в стороночку. Далее. 30-й пункт – это свадебные статуэтки. Здесь я имею в виду статуэтки в виде жениха, невесты, то, что ставится на тортик, да. Это всякие… Раньше было очень популярно, когда же там невеста держит жениха или там жених убегает, а невеста тоже его держит. Это тоже уже давно в прошлом бессмысленная покупка. 31-й пункт – это чехлы и банты на стуле. Это тоже отдельная боль, когда я вижу фотографии с чехлами, я просто хочу сделать вот так. Но вот это продается. Причем, заметьте, я посмотрела просто чехлы, даже без бантов, просто чехлы. Один чехол стоит 2000 рублей. То есть, если на 30 гостей даже заказать чехлы на все стулья, то это 60… Минуточку. 60 тысяч рублей. Просто чехлы, да. Я даже не стала просчитывать вот это, ну просто это без бантов. А если еще и банты, ну не знаю, ну не знаю, но это продается, да. Но покупать это ни в коем случае нельзя. Нельзя, ни в коем случае. Дальше. 32-й пункт – это деревянные топперы. Это, опять же, вырезанные из дерева всякие фигурки с именем молодоженов, с датой свадьбы и все то, что раньше было тоже очень популярно, сейчас совершенно не популярно. 33-й пункт – это подносы для каравая. Если уж хочется очень сильно сделать каравай, то зачем вам нужен поднос? Вы можете спокойно попросить тарелку в ресторане или поднос какой-то симпатичный в ресторане, для этого покупать его совершенно не обязательно. 34-й пункт – это фотобудафория, слова из дерева, губы, очки, усы, надписи мужа-жена и все то, что когда-то тоже использовалось на фотографиях, а сейчас вызывает, ну разве что улыбку, когда там молодожены фотографируются там с усиками, да, с губками, там еще с чем-то, с очечками, потому что по факту приятно посмотреть на фотографии ребят, посмотреть на их там прогулку какую-то, посмотреть на них вблизи, да, на их профили, возможно, да, посмотреть на то, как они смотрят друг на друга, но не на фотографии, где они с искусственными этими усами, очками, губами и всем остальным. Дальше, тридцать пятый пункт, это ажурные зонтики, если даже будет дождь, ребят, просто возьмите прозрачный зонт, или там любой зонт, там просто светлый какой-то, да, но ажурные зонтики, ну вот прям вот нет, это прям получается, знаете, такая свадьба 20-х годов, но никак не со временем, свадьба не 2022 года, а свадьба 1920-х годов, 20-х, 30-х. Дальше, 36-й пункт, это диадемы в виде крупной короны, это тоже такие прям интернет пышет предложениями, диадема вообще, в принципе, знаете, покупается только в том случае, если действительно есть задача определенная, да, например, свадьба действительно в таком стиле, то есть прям вот королевский стиль, действительно, платье определенное, декор определенный, проходит это все в определенном месте, да, да, тогда она уместна, а когда платье в стиле там боха и вот такая огромная диадема, ну, слушайте, это вообще категорически нельзя, это совершенно бессмысленная покупка, и опять же, покупать диадему нельзя до того момента, пока вы не определитесь с платьем, не определитесь с концепцией декора, не определитесь с прической, макияжем, вообще, в принципе, со всем тем, что будет у вас на мероприятии, это просто бесполезное, без, ненужное тратка времени и денег. Далее, 37-й пункт, это ажурный веер, такие тоже продаются, и покупать его не нужно совершенно, даже если будет очень жарко, ну, так себе выглядит невеста с ажурным веером, да. Дальше, 38-й пункт, это небесные фонарики, ну, опять же, хочу сказать, что их лучше не покупать, да, действительно, были раньше времена, когда небесные фонарики запускались, это было популярно, сейчас небесные фонарики, во-первых, запускать нельзя, потому что это небезопасно, и многие банкетные площадки категорически не разрешают запуск небесных фонариков, ну, а во-вторых, скажем прямо, небесные фонарики не всегда улетают, и иногда это, понимаете, такое разочарование, когда молодожен там пытается поджечь этот небесный фонарик, а он весь сгорает, но не улетел, что-то пошло не так. Дальше, 39-й пункт, это вешалки из дерева с надписью «Жених», «Невеста», «Даты свадьбы» и прочее, возьмите обычную вешалку, деревянную из Икеи, или просто любую деревянную вешалку, и повесьте на нее платье, и это будет гораздо более эстетично, нежели вешалка с надписью «Невеста». Ну, и 40-й пункт в нашем рейтинге бесполезных вещей на свадьбе, тарелки для битья в чехле, такие тоже продаются, и тоже стоят достаточно прилично. Так вот, вот все то, что сегодня я вам описала, это все называется свадебные аксессуары, но я это называю бесполезные вещи. Вы знаете, вот когда, повторюсь, я в поисковике вбила свадебные аксессуары, я еще раз скажу, что я не буду называть сайты, где я все это увидела, я решила посчитать, если бы, допустим, я действительно захотела все вот это купить, все то, что я вам здесь описала, вот я добавила все то, что я вам сейчас перечислила, добавила в корзину, и знаете, какая сумма у меня получилась? Вот, вот мне даже интересно, угадаете или не угадаете, какая сумма у меня на выходе получилась? Так вот, я вам сейчас скажу, я добавила в корзину, не добавила только чехлы и банты на стуле, которые 60 тысяч, да, вышли, не добавила небесные фонарики, но в силу того, что они просто, их невозможно было добавить, написано было, что их нет наличия, все остальное добавила, то есть вот эти две позиции не добавила, и вышла сумма 53 182 рубля, понимаете, 53 182 рубля, на эти деньги вы можете нанять фотографа, на эти деньги вы можете купить костюм жениху, на эти деньги вы можете купить платье невесте, да, если считать еще чехлы с бонтами на стуле, это без бонтов, просто чехлы, плюс еще 60 тысяч чехлы, и плюс еще 1500 один небесный фонарик, да, вот теперь сложите все это и посмотрите, какая получается сумма, поэтому, дорогие мои девчонки, я очень надеюсь, что вы посмотрите это видео до того момента, пока не откроете вот эти сайты с надписью свадебные аксессуары, необходимые на вашей свадьбе вещи, покупайте срочно, берите, берите, посмотрите и вычеркните все вот эти 40 пунктов ненужных и бесполезных вещей, которые испортят вашу свадьбу, они сделают ее лучше и красивее. Красивый такой президентный стол, нормально так подошел к ситуации, и чтобы сразу было понятно, в общем-то, вот, пожалуйста, вот мы на свадьбу тут заглянули, надо было еще вот здесь наверху Александр и Татьяна написать, чтобы вот наверняка. Надеюсь, что вам понравилось это видео, если это так, то обязательно ставьте пальчики вверх, обязательно подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, еще раз хочу повторить, что ваши пальчики вверх это большая поддержка для моего канала, потому что по сути поддержки, кроме вашей, больше никакой нет, только вы, моя главная армия, которая поддерживает мой канал, и которые делают все то, чтобы канал мой до сих пор был на плаву, и до сих пор мои видео рекомендовались для невест, которые начинают подготовку к своей свадьбе. И также подписывайтесь на альтернативные источники связи со мной, на мой телеграм-канал, на мой Яндекс.Дзен, на мой Инстаграм, который еще существует, и ВКонтакте на мою группу. Всего хорошего и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok